МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Оренбурге половина восьмого вечера. Время новостей на канале Орен-ТВ. В студии Александр Криволапов. Здравствуйте. Вначале коротко некоторые темы. В Оренбурге уже начинают гореть те аварийные дома, в которых до сих пор проживают люди. Сегодня загорелось здание на Нагорной-3. Кто на новенького, какую судьбу пророчит полномочным представителем президента в Приворском федеральном округе Михаила Бабича и кого ждут места него? Можно ли строить на чужой собственности? По закону нельзя, а в реалии, оказывается, можно. Именно по такому принципу появился ФАП в селе Чпаево Цакмарского района. В надежде на ремонт крыши жители дома номер 35 по улице Чкало устали от потопа в своих квартирах во время дождя. Его мы благодарим за одно из самых эффективных физических упражнений – планку. Сегодня в музее города открылась выставка, посвященная удивительному Самсону Александру Зарсу. И вновь несчастные случаи с ребенком в Оренбурге. В Гае двухлетний малыш выпал из окна многоэтажки. Как сообщили в региональном следственном комитете, накануне вечером мальчик на некоторое время остался без присмотра взрослых. Залез со стула на подоконник, окна кухня, облокотился на москитную сетку и выпал с девятого этажа. Врачи скорой доставили ребенка в больницу, где он умер от травм несовместимых жизнью. Следователи отмечают, что по недосмотру взрослых за последние годы в Оренбурге при аналогичных обстоятельствах погибли или получили серьезные травмы более 20 детей от 1 до 8 лет. По последнему случаю следователи проводят проверку. Очередной пожар в расселенном доме. В ночь на четверг загорелось здание по улице Нагорная. Огнем были охвачены помещения на первом этаже. Известно, что травму получил один из спасателей. Во время ликвидации пожара он находился на втором этаже. Не выдержали перекрытия, и он провалился. На обгоревшие строения и здания, которые грозят пожаром, в очередной раз взглянули Александр Жарков и Петр Рукин. Минувшей ночью огнеборцы выехали на улицу Нагорную. В расселенном доме полыхала квартира на первом этаже. Сработали спасатели быстро, не дав огню распространиться по всему зданию. Один сотрудник МЧС сейчас в больнице с травмой ноги. Сейчас в городе таких домов больше 250, и люди, чьи дома находятся по соседству, не на шутку встревожены. Если поначалу нам жаловались лишь на бездомных обитателей и детвору, которая в таких зданиях играет, то сейчас реально опасается, что в случае пожара огонь перекинется на жилые строения, как это было, например, на улице Цвилинга. Последний жилец этого дома на улице Краснодарской уехал отсюда в декабре прошлого года. С тех пор, говорит Ренат Сюлюкманов, соседями устраивают чуть ли не круглосуточное дежурство, чтобы в случае пожара успеть предупредить друг друга и вовремя эвакуироваться. Мы живем за двумя переездами. Если, не дай бог, что случится, пожарные будут ехать по Лобурскому. Это понятно, потому что через Берды далеко, по Базовой тем более далеко. А там маневровый переезд он. Там поезды тянутся долго. Вот рабочий переезд большой. Если, не дай бог, вот так вот попадет, что поезд будет идти, пожарка. Это все, нас уже тут не будет. Сейчас на охрану таких строений выделено 2 миллиона рублей. Решение принято неделю назад на заседании Оренбургского городского совета. В управлении ЖКХ города заверяют патрули, каждые два часа должны объезжать эти дома и следить за порядком. Происходит патрулирование этих домов и передача информации сразу в случае, если есть какие-то проникновения, целостность их нарушена в органы полиции и нам для того, чтобы там принимать меры. Многие из них в разном состоянии. 13 домов на конкурсе на снос находятся. Часть разрушена, они будут там ликвидироваться путем там разрушения. То есть, те, которые дома еще целые, по ним будут отыграны торги на то, чтобы информацию предоставлять, патрулировать и осуществлять охранные предприятия. В условиях серьезной опасности, как выясняется, живут не только непосредственные соседи расселенных домов, но и сами переселенцы. Сегодня наша съемочная группа встретилась с семьями, которые проживают в расселенном доме уже год с того момента, как отсюда съехали прежние жильцы. А в доме на Нагорной, в котором сегодня был пожар, также живут люди. Мужчина и его двухлетняя дочь находятся, по сути, в статусе бомжей. При этом люди, с которыми общался Александр Жарков, уверяют, никаких патрульных не видели. Даже представить сложно, что в этом доме, где сегодня был пожар, еще возможно жить. Несмотря на то, что здесь выбиты окна, стены частично разобраны, а фасад уже начали разбирать рабочие, две квартиры на втором этаже обитаемы. В одной живет женщина, как нам объяснили, ушла на работу, в другой мужчина с маленькой дочкой. Как раз вчера он закрыл свое жилище на ключ и уехал к знакомым. Я вчера здесь буквально был в обед. Уехал, и потом мне ночью позвонили, и я приехал сюда. А ночью приезжали, да? Да, я ночью приезжал, смотрел. Потому что у меня вещи остались в квартире. Мне их привозить некуда. Окна вот у вас где-то получается, да? Второй этаж. По словам мужчины, администрация несправедливо выделила жилье только собственнику, его матери. Она уже получила квартиру. Валерий Логинов рассчитывает на получение своего жилья, чтобы жить там с дочерью. Кстати, органы опеки уже обратили на них внимание и грозят лишением родительских прав. Администрация не предоставляет судом отведенные метры. То есть, на сколько? В судом присудили 59 квадратов. Мать получила 27. А 32 квадрата, неизвестно, в какой карман ушли, неизвестно, куда они вообще делись. Они объясняют так, что собственник жилья получил квартиру, а ребенок и я, то есть, ну, идите на улицу, куда хотите. В управлении жилищной политики пояснили, что в этом доме перед теми жильцами обязательства выполнены. Что касается Логинова и его дочери, они столкнулись с семейными проблемами, решать которые в ведомстве неуполномочены. Они проживали в квартире. Собственником жилого помещения являлась мама их. Все, она дала согласие, все, с ними заключено. Но, к сожалению, почему-то любого семейных каких-то отношений, это мама, вместо того, чтобы дети там ее проживали, они проживают там в квартире. А вот Логинова остается, это самое ее сын, то есть без жилья. Но он имеет отношение, он является мужчиной с семьей своей матери, поэтому он должен отсюда ехать вместе с матерью. Он самостоятельно право на вот это жилье аварийное никакого не имел. А это соседний дом. Он уже год как расселен, кроме одной квартиры. В ней проживает семья с тремя детьми. Воды нет уже месяц. Коммуникации были повреждены, когда сносили рядом такой же ветхий дом. Двери во всех квартирах забили. Дверь в подъезд запирают на ночь, чтобы бродяги не искали здесь ночлег и не жгли костры. Документы не готовы. То есть у нас только суды прошли. 30 мая у нас был суд на то жилье. Мы согласие дали на Беляевскую. Все, мы согласились. Заходят, да. Мы отсюда стараемся всех выгонять. Мы уже год живем в таком напряжении, что мы отсюда всех выгоняем. То есть стараемся вот так вот как-то жить. Получается жилье. Жилое абсолютно. А вот зайдем в квартиру напротив. Здесь видно, что давно никого нет. Полы разобраны. Окна забиты фанерой. И вот примерно в таких условиях, вернее по соседству с такими квартирами, приходится жить обычным семьям, которые боятся выписаться, переживая, что просто не могут ничего получить взамен. В городской администрации заявили, что знают об этой семье. Переедут люди в южный поселок, но нужно немного подождать, пока решение суда вступит в законную силу. То есть примерно еще месяц супругам и троим детям как-то придется выживать без воды. Генсовет Единой России отправил в отставку секретаря Ярославского отделения после критики пенсионной реформы. Информацию об этом распространил сегодня ряд федеральных изданий. Михаил Боровицкий, секретарь Ярославского отделения партии, подтвердил информацию об увольнении, но от комментариев отказался. Михаил Боровицкий является председателем областной думы. Несколько дней назад ярославские парламентарии направили обращение в Госдуму с призывом не торопиться принимать законопроект. В обращении говорится о необходимости дополнительной проработки вопроса повышения пенсионного возраста в России. За это Боровицкий был подвергнут критике на заседании президиума Генсовета Единой России, которое прошло 27 июня в Москве. Там же прозвучало заявление о том, что партия не может превращаться в балаган публичных мнений своих членов, тем более партийных руководителей. Могут ли парламентарии от Единой России иметь собственное мнение по поводу повышения в России пенсионного возраста или это чревато последствиями? Эту тему обсудим завтра в нашей программе вместе с экспертами. Узнайте, кто из оренбургских парламентариев рискнул иметь свое, отличное от большинства мнение. Бабич может не вернуться. Сегодня федеральное агентство РИА, ссылаясь на свои источники в Кремле, сообщило о планах руководства страны отправить полпреда в Приворском федеральном округе Михаила Бабича послом в Белоруссию. Накануне президент определился со своими представителями в восьми округах. В кадровых изменениях в последнем, в девятом округе взял паузу. Семь лет полковник запаса ВДВ Михаил Бабич представлял президента в нашем Приворском федеральном округе. Пару лет назад его пытались отправить послом в Украину, но президент Порошенко припомнил Бабичу поддержку отделения Крыма от Украины и отказался от бывшего офицера спецслужб. Михаил Бабич с 2012 года посещал Оренбуржий порядка десяти раз. Проводил совещания, хранил героя России Александра Прохоренко, открывал памятники. Кстати, предшественник Михаила Бабича, Григорий Рапота, тоже отправился к братьям Славянам, госсекретарям союзного государства России и Белоруссии. Мнение о том, что Михаил Бабич в полпредах засиделся, разделяют и наши эксперты. Они уверены, что Кремль своих не бросает. Семь лет – это очень большой срок для полномочного представителя. И администрация президента всегда делала и делает ротации по полномочным представителям. Поэтому явно, что ему ищут место, достойное для того, чтобы он ушел. И у меня нет сомнений в том, что такое место может быть послом в Республике Белоруссии. На место главного президентского куратора в Поволжье, СМИ, близкие к Кремлю, пророчат экс-министр сельского хозяйства России Александр Откачев и сенатор от Удмуртии, многолетнего руководителя Федерального агентства по делам СНГ, Любовь Глебову. Логику предложенных кандидатур наши эксперты разделяют. Однако в том, что действующий исполнительный власти региона будет комфортно работать с новым полпредом, сомневаются. Откачев – министр сельского хозяйства, бывший. У нас сельскохозяйственная область, так что назначение его вполне логично, с учетом того, что туда же входит и Саратовская область, еще одна житница. То есть Приволжский федеральный округ достаточно мольщичное сельское хозяйство имеет. Что касается второй кандидатуры Глебовой, она долгие годы возглавляла комитет по взаимодействию с ССНГ. Мы знаем, что граница с Казахстаном и Оренбургской области – одна из самых протяженных. Слишком много сегодня негатива в деятельности исполнительных органов власти в Оренбургской области. Я думаю, что Ткачев, скажем так, терпеть это не будет. Смена, с моей точки зрения, не за горами. Возможно, осенью будет принято решение, с моей точки зрения, вообще по губернатору Оренбургской области. Есть практика в администрации президента назначать временно исполняющих, для того, чтобы он вошел в курс дела, выстроил команду и пошел на выборы. Как выстроены в вертикали, будут поступать задания по реализации президентских указов. Нынешняя действующая исполнительная власть их будет исполнять. Практически ничего не меняется, но и за исключением каких-то личных взаимоотношений, о которых я судить не могу. На место полпреда в Приворском федеральном округе федеральные СМИ пророчат только что уволенного из администрации президента Владислава Суркова. Чуть ранее Михаила Бабича федеральное издание ведомости уже отправляло в замы главы администрации президента и даже в заместителя министра обороны. Какой быть ротацией решать только президенту. Впереди короткая реклама. Не переключайтесь, скоро вернемся. Вновь к новостям. Вот о чем расскажем во второй части программы. Можно ли строить на чужой собственности? По закону нельзя, а в реалии, оказывается, можно. Именно по такому принципу появился ФАП в селе Чпаево Цакмарского района. В надежде на ремонт крыши жители дома номер 35 по улице Чкалова устали от потопа в своих квартирах во время дождя. Приложите карту и счастливого пути с 1 июля в Оренбургском муниципальном транспорте вводятся безналичные расчеты и повышаются тарифы. Его мы благодарим за одно из самых эффективных физических упражнений – планку. Сегодня в музее города открылась выставка, посвященная удивительному Самсону Александру Зарсу. Двух начальников отдела полиции в Оренбурге отстранили от должностей. У них дома прошли обыски. Об этом сообщает портал Орендей. При службе ОМВД по Оренбургской области и в региональном следственном комитете информацию пока не комментируют. По неподтвержденным данным, начальники двух отделов МУ МВД Оренбургская занимались покровительством фирм скупающих металл. Новый ФАП под снос – такое решение суда. Правда, никто его не торопится исполнять. Речь идет об истории с новым медицинским объектом, который возвели в селе Чапаева Сокмарского района. Дело в том, что он стоит на частной земле. Люди уже полтора года пытаются освободить территорию от нежеланной постройки. Все это время идут судебные разбирательства. Анастасия Шахман побывала на месте, познакомилась с владельцами злосчастного участка и изучила документы. В ФАП по новой программе из современных материалов появился в селе Чапаева. Но есть одно «но» – он стоит на частной земле, владельцы которой не понимают, почему выбрали именно их участок, хотя через дорогу есть довольно большая свободная территория. Уже два года без посадки картошки, но налоги за участок земли продолжают платить. Жизнь с изучением юридической литературы и кадастровых норм и законов для целой семьи из села Чапаева Сокмарского района началась с ноября 2016 года. При этом, рассказывают владельцы, у строителей даже не было разрешающих документов. У них был только формат А4 листок, на котором вот участок и вот так отгорожен квадратик. Все. До суда никаких документов у них не было. В декабре прошел суд, наложили арест на строительство. Как продолжалось, так и продолжалось. В январе еще раз был там суд, еще раз, значит, им сказали, что не надо строить. Все равно продолжалось. В мае они уже все построили. А вот сами хозяева сразу обратились в полицию и в суд с документами с генерального плана, с четкими показаниями границ собственности. Это двор огорожен стоит штакетником. Это опять забор стоит. А вот это пустырь, который был, на котором мы сажали огород. И вот посереди этого пустыря они выстроили фаб. Строительство ничего не останавливало. В июле 2017 года, пусть и беспривычные помпы с первыми лицами, фаб заработал. А для владельцев земли продолжились судебные тяжбы уже в областном суде. Ответчиком предстал Светлинский сельсовет Сокмарского района. Решение было однозначным. Постройка самовольная, ее необходимо демонтировать. И делать это нужно за счет Светлинского сельсовета. Суд это постановил еще в феврале. С тех пор молчание со стороны сельсовета, со стороны судебных приставов при готовом исполнительном листе. В апреле законные владельцы отправились к первому лицу области. 27-го я была у губернатора на приеме, где губернатор четко им сказал, решение суда исполнить, снести. Где вы будете брать средства, как вы будете его потом восстанавливать. Это ваши проблемы. Но как видите, нет. И что мы узнаем? 27-го я нахожусь у губернатора, а 25-м числом с нами правительство губернатора подают кассационную жалобу. Четкое слово губернатора на подчиненных тоже не возымело пользы. Пока семья ждала исполнения решения суда, произошла смена собственника Фетшерско-акушерского пункта. Когда было вынесено решение, была проведена процедура государственной регистрации перехода права от Сакмарского, от Светлого сельсовета непосредственно на субъект другой. Это сейчас у нас является Оренбургская область, правительство Оренбургской области, то есть сейчас правообладатель. Теперь из-за смены собственника ФАПа, а им стало Министерство природных ресурсов, судебная история продолжается. Рассмотрение конституционной жалобы состоится через две недели. Чью сторону на этот раз примет суд, еще не ясно. Понятно только одно. Люди, имея на руках все документы, все еще вынуждены доказывать свое очевидное право на собственность. Анастасия Шахмать, Никита Плотников, Оренбург. Владельцы участка, на котором теперь стоит ФАП, отметили, что за это время, пока они пытаются добиться освобождения своей территории, мирных предложений от чиновников не звучало ни разу. Например, не было речи о предоставлении участка земли в другом месте, на ту же площадь, которую заняли соцобъекты. Что еще немаловажно, в самом селе достаточно удобных мест для обустройства медицинского учреждения, которыми можно воспользоваться. Как, например, участок напротив. Жители в общей массе рады, что теперь ФАП в центре села, но при этом согласны, что можно было тщательнее подойти к выбору территории. Некоторые же и вовсе считают, что ФАП за 4,5 миллиона рублей – расточительство, ведь есть стационарный медпункт, просторный, в него можно было вложить деньги на обновления, даже несмотря на то, что расположен он ближе к окраине села. Стоит отметить, что тема строительства фельдшерско-акушерских пунктов в селах особенно стала актуальна, когда о ней заговорил сам президент. Часто теперь в новостях регионального правительства можно встретить сообщения об открытии ФАПа. Это торжественное приятие с шарами и улыбками. За последние два года, по данным Минздрава, открыли 22 модульных ФАПа. В ближайшие два года намерены построить еще 42, правда, эти цифры не смогут перекрыть количество закрытых подобных медучреждений в селах с 2012 года. По общероссийской тенденции под названием «Оптимизация» в Оренбурге исчезли 80 ФАПов. Уже в воскресенье во всех муниципальных автобусах и троллейбусах заработают электронные расчетные устройства и сравняются тарифы. Что даст безналичный расчет горожанам, сегодня рассказали транспортники. На 15 маршрутах, по которым ездят муниципальные автобусы и троллейбусы, расчет за проезд теперь возможен бесконтактными картами и любыми гаджетами, поддерживающими банковские операции. Кондукторы из транспорта пока тоже не исчезнут. С устройством NFC, PayPass, бесконтактные банковские карты, гаджеты, все, что касается бесконтактного способа оплаты. С воскресенья в троллейбусах за проезд придется платить 20 рублей, если наличными. В дачных маршрутах тариф 17 рублей сохранится как в электронном, так и в натуральном виде. Тем временем, работа дачных маршрутов не удерживает критики садоводов. Автобусы часто ломаются, график не выдерживается. Люди часами ждут переполненный транспорт на жаре. В администрации о проблеме знают, но пока ничего сделать не могут. Конкурс остался без внимания частных перевозчиков, а муниципальный подвижной состав не выдерживает нагрузок. На конкурс из частных перевозчиков никто не заявился. У нас, соответственно, 41 маршрут садоводческий. Казенное предприятие, дабы не оставлять у нас садоводов вообще без обслуживания некоторые маршруты, приняло на себя такую вот ответственность и заявилось на все буквально маршруты. Подвижной состав порядка 80% уже за пределами своих возможностей работает. У нас были такие, что будут сложности, но предприятие справляется, есть проблемы в некоторых местах, но опять же, оперативно это все решается, оперативно ремонтируется, оперативно запчасти закупаются, все в ручном режиме, все это отрабатывается. Администрация объявила конкурс на покупку для казенного предприятия полусотни новых автобусов. Муниципалитет подыскивает кредитную организацию, какой марки будут машины, пока неизвестно. Известно лишь требования к транспорту, средние вместимости, низкопольные и на газомоторном топливе. Первые автобусы ожидаются уже в сентябре, но дачников это уже, вероятно, не спасет. В помощь тазы и ведра в доме номер 35 по улице Чкалова каждый раз в непогоду потоп. Вода через прохудившуюся крышу льется в квартиры. Вот и накануне люди наблюдали ливень не только за своим окном. Жители устали обращаться к коммунальным службам, ведь те не делают ремонт кровли и не возмещают убытки. В рубрике «Срок ответа сегодня» Наталья Голикова выясняла, почему управляющая компания не решает проблему. Жители многоэтажки номер 35 по улице Чкалова на себе ощутили последствия стихии. Квартиры затопило во время сильного ливня и так происходит каждый раз, когда идет дождь. Больше всего люди боятся, что рано или поздно из-за дырявой крыши может произойти короткое замыкание, что может стать причиной пожара. Когда начался ураган, у нас просто начался вот этот потоп, очередной потоп получается. С марта месяца, вот как я и говорила, то, что у нас постоянно заливает, замыкала уже проводка. Оксана рассказывает, новый ремонт, который год назад сделала женщина у себя в квартире, испорчен. Обои отслаиваются, по стенам пошли плесень и грибок. Вот они все стены, вот уже плесень, просто видно плесень. Вот она все. Ремонт сделанный как бы новый, по вздутой. Я звоню в городскую службу, городская служба говорит, а что вы не звоните туда? Я говорю, я звоню, они никак не реагируют. Я уже просто, честно, не знаю, откуда обращаться. И вот в таком жить неохота, потому что маленькие дети, у меня двое детей. Почему они должны вот этим дышать? Да и вообще, мы сделали ремонт. Ситуация у соседей не лучше. В зоне затопления 4 квартиры. В другом крыле крыша не протекает. Прямо по углу текло, вот угол весь залило. И вот здесь, это просто обои. Хорошие, и через них, как бы не раскислили они. Капитальный ремонт крыши предстоит только в 2020 году. Что делать до этого времени, жители многоэтажки не знают, но готовы уже обращаться и в суд, и в прокуратуру. Поправляющие компании «Центральная» на ныне и Нечкаловская поспешили залезть людей, что уже решают проблему. Сейчас работают специалисты, ищут места протекания, потому что вот буквально в июне месяце была заменена ливневая канализация, труба и часть кровельного покрытия. Сейчас мы ищем места и будем обязательно ремонтировать в ближайшие дни. Также людям обещают возместить ущерб, а для этого просят их написать заявление. Оренбургские автомобилисты получают постановление о нарушениях не в срок. В последнее время водители стали жаловаться на то, что так называемые письма счастья из ГИБДД к ним приходят с большим опозданием, и оплатить штраф с 50% скидкой не получается. Юристы, в свою очередь, утверждают, что такие технические проволочки можно оспорить. Уже стало привычной практикой, когда ГИБДД дает возможность оплатить штрафы нарушителям со скидкой, если водитель решит это сделать в установленные сроки. Многие пользуются такой лояльной программой, причем увидеть свои штрафы можно с помощью специальных приложений либо на сайте госуслуг. Однако многие по старинке узнают о совершенном нарушении, получая конверты через почту России. И вот даты на самих постановлениях и конвертах людей смущают. Получил постановление, которое выписано 9 июня, но если на конверт посмотреть, то отправлено оно было 18 июня, то есть через 9 дней должно быть отправлено в течение 3 дней. И на конверте также была прилеплена бумажка с печатью «Почта России». Хотя я должен сам лично расписаться за получение. Нашел конверт на почте. Юристы говорят, такая тенденция наблюдается в последнее время. В большинстве случаев люди просто не обращают на эти нюансы внимания, оплачивая штрафы. Правда, не всегда в итоге получается оплатить с предлагаемой скидкой. Особо дотошные водители могут вполне оспорить такое постановление. В теории должно такое постановление отменяться и в принципе штраф тоже должен быть аннулирован в таком случае. Даже бывали такие случаи, когда приходит штраф, а уже прошел суд и тебе выносят уже за то, что ты не платил в два раза больше. Конечно, вряд ли обычный водитель будет оспаривать в суде штраф в размере 500 рублей. Невыгодно. Ну а среди тех, кто ездит много, наверняка найдутся те, кто могут воспользоваться нарушением сроков уведомления и обратятся в суд. Государственная монополия на самые популярные товары это гарант наполняемости бюджета, так считают представители ЛДПР. 80% производства продовольствия в стране полуфабрикаты, кисломолочные и кондитерские изделия занимают иностранные компании. Зачастую иностранные производители скрываются за знакомыми потребителям с детства марками. Такая ситуация таит в себе большую угрозу, уверена в ЛДПР. Для решения вопросов продовольственной безопасности необходима мощная законодательная база, которая защитит российского производителя. Лидер партии предлагает национализировать все торговые сети страны, а частникам разрешить только небольшие розничные магазины. Еще одно предложение ввести государственную монополию на самые потребляемые товары в стране алкоголь, табак и сахар. Поэтому надо обязательно принимать меры по резкому ограничению любого иностранного продовольствия и лекарств на нашем рынке. Это нужно через законы делать. Мы в насилие ЛДПР. Не проходит. Надо национализировать все торговые сети. Все в частных руках. Представляете, что сделали? У нас нет ни одного государственного магазина, ни одного государственного ресторана, столовой, кафе. Все в частных руках, а внутри частного сектора все в руках иностранца. Это не только ненормально, но это опасно. Потому что это продовольствие, лекарства. И это все мы должны сами производить. Хотя бы с точки зрения, чтобы не попасть в ситуацию, когда не прекратят поставку продовольствию. Вот полностью прекращают поставку, а у нас, допустим, своего не хватает. Мы живем из расчета поставок из-за рубежа. Поэтому сегодня продовольствие это страшнее, чем самое современное оружие. Чем любые теракты. Возьмите самые потребляемые продукты. Алкоголь, табак и сахар. Сахар имеет в виду все конические изделия. Давайте национализируем. Я вас уверяю, 40% бюджета. Мы забудем про доходы от нефти. Продовольствие будет основной доход. Спасибо за планки. Сегодня в Музее истории города Оренбурга открылась выставка, посвященная кумиру тысяч атлетов Александру Засу. Выдающийся спортсмен, основоположник изометрической системы тренировок, в частности, известных всем планок. Удивительный Самсон, как его еще называют, начинал свою головокружительную цирковую карьеру в Оренбурге. В том числе и об этом рассказали на открытии экспозиции знаменитого на весь мир атлета. В числе первых гостей на выставке побывала Екатерина Сдвижкова. Всемирно известный атлет, циркач Александр Зас, памятник которого встречает посетителей нашего цирка, очень много значит для Оренбурга. Так же, как и наш город, в его судьбе сыграл решающую роль, рассказывают в музее первым высоким гостям открывшейся выставки. Приехал сюда, и для него стоял выбор. Либо он всю жизнь посвятил железной дороге, либо детская мечта его сбудется, и он станет циркачем, свяжет себя с цирком. Уже после этого юноша, который с детства демонстрировал удивительные результаты в физических упражнениях, стал постепенно покорять цирковые арены по всему миру. Эта афиша, например, уже со времен его славы. Удивительно, но сильнейший человек Земли, как его называют до сих пор, не обладал выдающимися физическими данными. По современным спортивным меркам, его показатели были даже скромными. При росте 167 сантиметров он весил не более 75 килограммов. При этом он буквально рвал грудью цепи, гнул металлические прутья и демонстрировал в прямом смысле лошадиную силу. Огромные усилия, кропотливую работу провели сотрудники музея и благотворительного фонда Евразия, чтобы собрать эту уникальную экспозицию. Фонд и экспонаты связаны и с его личностью, и с цирковой деятельностью. Взглянуть на предметы, так или иначе принадлежавшие и относившиеся к удивительному Самсону, приехала секретарь городского совета английского городка Хокли, где свои последние годы прожил Александр Зас, и где также бережно хранят память о выдающемся силаче. Дети в моем городе часто навещают могилу этого знаменитого человека и восхищаются силой Александра Засова. Не посетить знаменательное событие не могли и оренбургские коллеги Лесли Уингоу. Депутат городского совета Игорь Шепель преподнес гости традиционный подарок нашей земли, поразивший госпожу Лесли настолько, что она не пренебрегла им даже в 30-градусную жару. Благодаря разработанной Александром Засом системе тренировок, направленную на укрепление сухожилий, а не на традиционное сокращение мышц под нагрузкой, многие современные атлеты достигают желаемой силы и выносливости. И в ближайшее время в Музее истории города все они могут взглянуть на гирю Самсона, его кнуты и другие свидетельства славы самого сильного человека мира. Екатерина Сдвижкова, Олег Штылер, УРЕН-ТВ Не забывайте, что смотреть нас можно еще в интернете. Хорошего вечера и до встречи.